Итак, сегодня поговорим об экономических итогах года. В 2017-й Ярославская область впервые за несколько лет вошла с бездефицитным бюджетом. Неоднократно регион получал и федеральные субсидии. Предлагаю подробнее остановиться на ключевых событиях за эти 12 месяцев и свести, так сказать, дебет с кредитом. И вот сейчас здесь будут появляться внушительные цифры. Сегодня инвестиционный портфель области составляет порядка 230 миллиардов рублей. Основную работу с инвесторами правительства региона и лично губернатор области провели на Петербургском экономическом форуме летом 2017-го. Было подписано 17 соглашений на рекордную сумму в 21 миллиард рублей. Еще 2 миллиарда рублей пришли в наш регион уже в середине декабря на инвестиционном форуме в Ярославле. Подписали 9 соглашений с крупными госкорпорациями. Не будем забывать и про федеральную поддержку. В 17-м деньги региону выделяли из резервного фонда президента и от правительства Москвы. На эти средства мы реконструировали зону Инеско, отремонтировали дороги и начали возводить новый мост через Котрасль. Об этом расскажем в следующих выпусках. А сейчас поговорим об улучшении жизни в моногородах. О чем речь? Сейчас будем разбираться. А вот речь как раз идет о создании территории, опережающего социально-экономического развития. В ближайшем будущем мы увидим серьезные изменения в Гавриловьяме, Тутаеве и Ростове. В течение десятка лет здесь будет действовать льготный режим по налогам на прибыль, землю и имущество. Появится новая инфраструктура. Как отмечают эксперты, статус ТОССР должен повысить инвестиционную привлекательность всего региона. А это ключевой аспект губернаторской программы «10 точек роста». Там же говорится и о промышленности. Это основа региональной экономики. Сейчас Ярославский регион по темпам опережает показатели по меньшей мере соседей. Индекс держится не ниже показателя в 115%. По этой позиции 76-й регион занимает первое место в ЦФО. Выйти из кризиса помогла еще одна программа по реабилитации и поддержке проблемных предприятий, которые в свое время не смогли удержаться на плаву. В этом году вновь заработал НПЗ имени Менделеева под Тутаевым, Рыбинский завод дорожной техники «Раскат», судостроительный завод «Верх братьев Нобель». И вот как раз на судостроении предлагаю становиться подробнее. Не только создаем, но и поставляем, так сказать. В августе делегация Ярославской области провела рабочую встречу с руководством Крыма. Одно из важнейших решений – совместная работа по строительству серии скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Вот они. Будем поставлять в Крым и дорожную технику. Кстати, первый асфальтоукладчик уже вышел на работу на магистрали полуострова. Также ярославские предприятия будут отправлять туда энергетическое оборудование, краски и строительные материалы. А еще в планах, как отметил губернатор области, растить там ранний картофель, но и гостиницы строить. Уж больно условия там благоприятные. Но для того, чтобы связь с регионами была более комфортной, нужно заниматься авиасообщением. Поэтому в Симферополь сейчас мы можем прямо из Ярославля отправиться. Регулярные рейсы на Крымский полуостров запустила аэропорт Ярославля этим летом. Прямое пассажирское авиасообщение позволило увеличить турпоток. Правда, пока маршрут действует лишь в летнее время. Зато в северную столицу, в Санкт-Петербург, мы можем улететь из Ярославля регулярно через день. Три рейса запущены в 2017. За счет такой модернизации пассажиропоток с 2016 года увеличился почти вдвое. Чтобы соответствовать, необходимо реконструировать аэропорт. Так сейчас идут работы по расширению аэровокзальной площади, что позволит принимать широкофюзеляжный самолет и расширить список направлений. В планах у руководства отправить рейсы и за границу. Ну и напоследок предлагаю вам в столь холодное время года становиться на таких теплых решениях. Правительству региону удалось договориться о перезагрузке отношений с ГАПСПРОМом, что дает до 2021 года компания инвестирует в газификацию региона более 3 миллиардов рублей и построит порядка 570 километров сетей. Давайте сейчас посмотрим на карту. Еще в начале 2017-го мы видим, что красного и желтого цвета много. Это те районы, где больше половины населения остаются без голубого топлива. Из 6063 населенных пунктов Ярославской области было газифицировано только 2507. А природным газом снабжены 486 100 квартир. Отапливают объекты 318 котельных. То за 5 лет по программе «Голубое топлива» получат еще 7787 домов и переведут на газ 46 котельных. Так уже к концу 2017 года газ пришел в Ростовский, Мышкинский, Рыбинский, Переславский районы. К 2021 году трубы протянут по Большесельскому, Первомайскому, Любимскому и Даниловскому. Придет газ и в Брейтово. До этого там его не было совсем. Вот на такой позитивной ноте я закончу подведение экономических итогов 2017-го. Все, что происходит в Ярославской области, мы знаем первыми. Как будет жить 76-й регион уже в 2018-м, мы обязательно расскажем в наших эфирах. Редактор субтитров А.Семкин